Наша революционная лаборатория, кстати, революционная, я так радуюсь о том, что вы знаете, я как-то хотела, так как мы инновационный центр, здесь включались слова, нано, эко, у нас еще теперь модная НИНО. Я просто хотела бы рассказать, что для нас такое инновация. Мы здесь с вами представители разных рынков, и если мы с вами взглянем на рынок, на котором мы с вами оперируем, то это вселенная рынка Красного и Синего океана. Это известная работа The Leaf and the Blue Ocean. Я поэтому подход взяла на то, чтобы мы попросили, чтобы было понятно, что мы хотим. Все мы с вами каждый день оперируем на рынке Красных океанов, где четко очерчены границы. Где понятны правила конкуренции. И самый частый вопрос, который мы задаем друг другу, а какая цена? Даже на этих рынках разрабатываются корпоративные стратегии. Даже сама стратегия, она кашем вот этим армейским символом. Наш руководитель, это генеральный директор, это генерал. Наш офис, это штаб-квартира. Мы бросаем все свои силы на то, чтобы бороться с конкурентом и получить конкурентное применение. Вот в нашем понимании, мы предлагаем нам всем найти свой синий отчет. Сделать этот крыжок, где наши компании и наши стратегии, они будут абсолютно не ревантовой конкуренции. Вот буквально одна цифра. Это как раз ссылка на эту работу автора Ким Чен и Мун. На основании анализа взяли 180 лет и посмотрели запуск бизнеса. Так вот, в рамках синего океана 14% запущенных бизнесов принесли, поменяли на крыжок, разделили 61%. И, как бы вот, говоря об этих синих океанах, мы как раз имеем в виду, что в основном это стратегия, это основатая ценность. В чем еще актуальность темы, хотим мы этого или не хотим, но действительно сейчас и мировые тенденции таковы, что подрастает мы из знаний, информации. И когда мы говорим об интеллектуальной деятельности, мы присылаем друг к другому деятельности, те средства, орудия и труда, это наш интеллект и наша информация. Поэтому для того, чтобы конкурировать на как раз вот этом мировом инновационном мире, мы предлагаем вот вместе, с помощью нашего лабораторного инновационного центра, действительно, чтобы в Казе, я просто хочу сказать, что в Казе, в Казе, в Синие океане. И также мы говорили о том, что все-таки в ДДП технологических разных странах доля малого и среднего бизнеса достигает 50-70%. В России это всего лишь 10%, и тем не менее, все-таки малые и средние предприятия, они более рискованные, но они совершенно другой тип инноваций. Затраты на одного ученого, на одного исследовательства гораздо меньше. Поэтому, все-таки, компания «Полеон» это, наверное, все-таки среднее предприятие, и тем не менее, в общем-то, вот идея создания вот этого лабораторно-инновационного центра лабораторно-комышленного, она как раз вот связана с тем, что мы действительно создаем свой океан, потому что у нас есть реальный бизнес, это наш красный океан, где мы действительно наш источенный голос. Теперь что конкретно, так как действительно слово инновация, оно очень такое, может быть, уже и завершенное, и когда мы востали презентацию, у нас действительно были споры, что же такое инновация. Все-таки в нашем понимании инновация – это новшество, это интерпретение, и как только это приобретает элемент конвертизации, действительно это превращается в инновацию. Мы как обладатели этого центра, как создатели, и так как мы сейчас продвигаем наш продукт, мы имеем некие технологически новые продукты и проценции, и с помощью нашего профессионального предприятия мы пытаемся это реализировать. то есть я сейчас буквально одну минуту расскажу о возможностях компании, что у нас есть, а выводы, которые вы можете каждый день себя создать, но, наверное, это только ваше решение. Все, весь центр, он состоит из двух частей, это оборудование, по приработке инженер термокластов, это модульная установка, по универсальному модулю есть 5 таких, так скажем, комплектов. Это душметровый экструдер с четырьмя зонами дозирования, две протипами, тут зоны дозирования, две боковые. Причем можно создавать жилькие продукты и также с кучей, там есть душметровый экструдер. Это наш метровый экструдер. Имеем в наличии реологический экструдер, где мы можем тоже снять все параметры тех процессов. И также у нас есть один комплекс, это миксер. И, например, я вам сейчас расскажите о детстве. Ладно, извините, извините. Здесь комплект универсальных коробок, это, допустим, вторая головка, толщиневая коробка, для того, чтобы выключать кабели. И головку крови, это, в основном, для тех, кто перерабатывает тех. Все это быстро, естественно, компонируется на колесику. В зависимости от перерабатывания материала, в зависимости от характера носимого кабала, можно все это делать очень быстро. Все это очень быстро, безусловно, очищается. Комплексы, и он сможет сомплинировать все процессы. Вторая часть комплекса, это лабораторно-испытательное оборудование на базе оборудования цветов. Теш, можно ли вашу инновационную технику? Приспособить ему докладу. Это цветовское оборудование, это вертикальная тиксевая машина, полный набор оборудования. Спасибо большое. Полный набор оборудования для снятия всех физико-механических характеристик. Мы все-таки будем летальщики, и здесь, в общем-то, основная цель – это обеспечить наше текущее производство, и у нас есть оборудование для тех, кто перерабатывает для тех, кто перерабатывает. О чем мы? Ну, первое, право, конечно. О чем все-таки, на первом, мне больше всего хотелось сказать, о том, что можно купить оборудование, можно найти площадку, куда его поставить. Но, действительно, есть такая некая ценность, и мы называем «monish-based strategy» – это стратегия, основанная на знаниях и на тех компетенциях, которые есть у сотрудников паниона. Что мы предлагаем, и, собственно, какой мы получили результат? Мы пытаемся использовать подходы, которые применяются в комбинаторной гении. То есть, когда, используя возможности IT-технологии в онлайновских площадках и порталах, мы можем в достаточно коротких времени смотелировать технологический процесс. Если вы работаете на производстве, у вас возникают какие-то проблемы, мы просто можем ввести как-то досье нашего потенциального клиента и буквально решать производственные проблемы в онлайн-режиме. И не, допустим, если есть какие-то потребности что-то попробовать, это не действовать методом проб и ошибок достаточно затратно, а использовать все наработки, какие у нас есть. Наши компаньоны – это люди, которые имеют огромную библиотеку рецептуры технологий, в которых очень успешно применяются западные леводки в Америке. И сейчас, когда мы выполняем некоторые заказы и отправляем это нашим коллегам, они говорят, что, ребята, уже это не текание вверх, это 30 лет уже давно в Америке используется и перерабатывается. То есть вот эти знания тоже, конечно же, мы готовы предложить нашему потенциальному клиенту. И если все-таки инновации – это какая-то составная часть нашей политики, и если вы заботитесь о компетенциях своих сотрудников, то можно действительно готовить специалистов, которые смогут проходить обучение на этом оборудовании. Конечно же, нужно его собрать, почистить, посмотреть, дать человеку возможность сотворить, там, козла творить, как мы говорим, вот, там, что-то переплавить, перевить, и все это вот, все-все-все по поводу. Так как у нас центр достаточно новый, и на базе центра мы получили два патента вместе с компанией «Чубашкаби», сейчас мы выполняем заказ для компании «Сименс», для отделения, которое производит фильтры. Мы видим работу по замене стекловолокна на другие наполнители ввиду большой образительности стеклонаполнителей. Кого мы видим нашими потенциальными клиентами? Я, конечно же, не говорю, что, может быть, мы еще чего-то не видим и найдем какие-то новые океаны. Конечно же, это переработка с такой эффективным примером. Если вы, действительно, хотите идти, допустим, выхалищики, и для вас голоден содержащий пример уже неинтересный, и вас, допустим, интересуются примеры бесспорные, так скажем, не голоден содержащие, то, конечно же, у нас есть эта база. Если вы перерабатываете полиэтиненского фида, если вы, допустим, работаете с полиэфироэфиркетонами, действительно, это пример, у которых специфические условия переработки, и у нас есть пока трога, когда мы можем, действительно, вводя какие-то добавки, просто обучать эти переработки. Режим переработки. Потом, если вы переработчики полимеров массового потребления, это, действительно, здесь очень много об этом говорилось. Это, конечно, можно вводить разные добавки, там, просыплитики для полиэфиропональщиков, это различные репаунители, спетостабилизаторы, массу бездоскутных добавок. Действительно, такого у нас уже нет. Ну, конечно же, это производитель специальных добавок, спетостабилов, спетостабилов, спетостабилов. Пожалуйста, мы всегда готовы предоставить свои знания, свое оборудование для того, чтобы, думаю, мы могли точно подвигать в нашу оборудование. Если у нас есть вопрос 3 килограмма, то, пожалуйста, наше оборудование мы можем все изготовить. Все это можно подвигать. Все, спасибо вам большое. Спасибо вам. По-моему, это лучшая похвала, да? Так, ладно. Вопросы? Вопросы? Кого-нибудь вообще впечатлила вот эта стратегия? Просто более случая, скажу я вам. Ко мне попала книга «Стратегия синего океана», и я ее начала читать, она действительно вдохновляет, и даже думала, как бы сделать так, чтобы мой портал уже прекратил бороться с Last.info, а выдал что-нибудь такое, чтобы мы от них оторвались, но мы не горю. И еще нет, извините. Последнее. Просто я хотела сказать, что 16 числа мы проводим открытые семена с компаниями, с лечками оборудованными, так что если вам это заинтересует, я не посмотрю по работе, там будут опытные выработки. Это в Москве. Это в Москве, да. 17 числа, пожалуйста. Что в Москве? Я сейчас под этим приглашаю. У меня вопрос. Да. Я все-таки хочу понять одну вещь. Вы предоставляете услуги по науке, или вы научную идею продвигаете на коммерческом облачении? Я сейчас выясню. Например, мы занимаемся производством. У нас шикарная производственная база. У нас есть возможность внедрять, что это новое. Мы готовы. Вы можете прийти к нам. Вот у нас есть идея. Мы эту идею уже проработали. А в точке А это разработка и до точки Я это реализация. Да? А можно классно переразвучить. Или вы только предлагаете услугу и идею, что вот у нас есть, а вы его получаете? Нет. У нас, понимаете, как все зависит. Мы создаем цены для продвигателя. Если мы, допустим, сейчас заканчиваем работу для силы. Безусловно, мы отправляем по килограмму наших 10 лет на работах. Они отливают. И если нужно это сделать в промышленном штате, безусловно, мы будем искать газы. Мы не трудно тоннажем производить. Если, допустим, у вас есть какая-то идея, и вам нужно ее довести. Мы ее готовы довести. Вот. То есть вопрос. Сейчас наши заказы, они достаточно редкие, уникальные, они очень наукоемкие. Это, допустим, те, кто сейчас приготовил, даже были ферамины. Понятно, что это то, что не производится большим количеством. То есть вот для таких крупных тоннажных изделий, мы еще не дошли. Но, по новости, кто знает. То есть если у нас будет потребность найти площадку, где разместить там свои, ну так, красивые формы, там или нет, с этой изделий. То, конечно же, мы будем искать. Вот. Но мы-то говорим о том, что, понимаете, в ту же лабораторию можно публичный газ, можно автоматизировать, но есть вот эти вот внутренние ресурсы компании, наши компетенции, которые мы хотим, как вот эти мозги, которые продают. То есть вы фактически продаете мозги? Мы продаем материализованные мозги в виде мешка или пакетика чего-то, в виде готового контракта, то есть в виде того, чего нужно купить. Вот, да, давайте совсем уже просто. Вот к нам обратились петельщики. Это у нас есть позиция, это будет 60 процентов на уровне. Мы посчитали, что в результате того-то, того-то, мы сделаем только какой-то запас, и мы уже вынуждены указать типую форму, уйти на очень большая атмосфера. И мы понимаем, что у нас сейчас это не интересно. Да, мы знаем, что есть такие разработки, где мы можем поменять данные, агарды, 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 что-то еще. Мы знаем, что они есть, но нам этим заниматься нет. Мы это делаем, мы дойдем им образец, и дальше, если есть оборудование, пожалуйста, обидайте сами, если оборудование нам надо. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос такой. Ну, понятно, все про ваши там мозги, но ведь нужно уже включиться. Вот только здесь выпускают товары народного потребления, есть товары для автопрома, есть вот Сармат, они выпускают дюбели, пластики стеклонаполненные используют. Как вы, вот как вот эта ваша универсальность, во-первых, работает, во-вторых, вот вы включаетесь, вот люди работают несколько лет уже, да, годами, и решают эти свои проблемы. Как вы, придя просто так вот, такие молодцы, собираетесь решить и, более того, разработать для них голубой океан? Нет. Мы голубой океан создаем для себя. И понятно, что мы никому голубой задействуем, для каждого океана свой. Просто можно долго бегать и искать, да. Понимаете, все наши стратегии, как противные, они в наших головах, они в головах наших руководителей. Только вот этот последний шажочек, когда очень может сложиться впечатление, что стратегия синего океана, очень высоко рисковая. На самом деле риски-то минимальны. Они по сравнению со стратегией красного океана, потому что как только включается конкуренция, как только появляются новые игроки на рынке. Компания теряет свою прибыль, потому что как только появляется конкуренция, выигрывает только потребитель. И вы помните все наши известные громы на поле. В принципе, почему стремится в дело? Она откроется на поле. Вот когда мы говорим о Синем океане, мы не говорим о том, как правило, как показывает практика, все Синем океаны, они родились внутри красных. Компании, они лучше всего знают свою опцию. Вот давайте возьмем Ford T. В 1908 год, когда выпускают вот эту модель Ford T. И они 9% рынка приходят до 61-го. Буквально в 1924 год «Женево Моторс» делает стилевые автомобили. И они отнимают их в поле рынка у Ford. Потом появляются японцы. Буквально сразу после Второй мировой войны они выпускают автомобили с низким потреблением бензина. И сразу же буквально летом через 20 выходит прайстер, который открывает свой Синий океан, это минивэн. Поэтому мы не собираемся ни за кого открывать Синий океан. Я говорю, что эта стратегия на вас в голове. И вот если вам нужно сделать этот шаг, вам нужно что-то просто попробовать и самому себе сказать, да, я это могу, да, это пойдет. То есть, пожалуйста, у нас есть оборудование, у нас есть опыт. Потому что мы тоже в 17 лет работаем на рынке. И то, чем занимается компания «Парион», тот же Синий океан, который она сама себе создавала. Я правильно занимаюсь? Может быть, я... То есть, если у всех, у тех, кто работает над своей проблемой, уже в головах сидит это решение, да, инновационное решение, вы просто являетесь тем самым катализатором, который взглядом со стороны, да, незашоренным взглядом поможете вытащить эту идею на поверхность, и... И если какой-то не хватает информации, но это перцейминг называется, мы готовы... Может быть, мы и не готовы. Понимаете? Но я уверена, что мы готовы. Вот. Поэтому... Мы-то что говорим, что... Очень часто я сама 17 лет работаю на производстве. И, понимаете, всегда есть куча идей, и вот этот момент, это возникновение идей, то ее реализация, он как раз занимает годы. И, действительно, каждый вот свой бизнес только кусочек, кусочек, все трое. Давайте вот этот факт времени наложим вот на нашу текущую ситуацию. Понятно. Действительно, вот, используя вот эти подходы, вот эти моделивые процессы, можно же, действительно, всего лишь 1% заплат иметь по сравнению с теми, что мы имеем на разработке. Спасибо большое. Одну минуточку только, еще один вопрос. Вот я очень внимательно слышал вас доклад, потому что, в принципе, так сказать, кое-что не очень близко. Но для того, чтобы решать самые различные задачи, которые вы ставите, это очень хороший эксперт, специалист. Что бы у вас там пометнуло, что вы обращаетесь в западную Европу, и там же говорят, да, это там, и 30 лет назад решено, кто конкретно является вашим консультантом, и насколько широка, широк спектр тех задач, которые они могут решить. Я для этого вас приглашаю. 18-го, пожалуйста, найдите возможность. Я могу назвать фамилии, я просто объясню, почему. Я могу сказать, господин Кирилл, да, господин Кирилл, когда мы делали вот эту ситуацию, ребята, мне кажется, что не хватает референций. Да, ну вот, понимаете, все мы устали, все мы с поездом, мы сильно очень тяжело слушались. Вот мы, мы действительно хотим показать наши референции, и всеми на сердце продавали. И потом, ну, вы хотите, чтобы вам прям сразу так издали всю базу? Просто Машу-то не издают, Машу? Подумайте об этом. Да. Теперь, а вот теперь, Радайкин Сергей, ООО «Поликом», профессионные модифицирующие добавки для переработки статичного полимера, группа полиаретинов, и вот строка наполненных композиций.